Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок. Сегодня я хочу рассказать вам об осенней побелке сада. До сих пор в нашей среде садоводов, любителей и профессионалов существует разное мнение. Белить деревья осенью или лучше весной? И вообще, нужно ли их белить? Белить ли молодые деревья или наоборот, ни в коем случае? Так вот, сегодня я отвечу на эти вопросы. Итак, первое. Обязательно белим все деревья осенью. И вот эта сухая солнечная осень – самое благоприятное время для побелки. Почему именно сейчас? Почему именно побелкой? Краской садов. Дело в том, что самые серьезные травмы – солнечные ожоги, морозобоины – растения получают не рано весной, а в феврале-марте месяце, когда появляется яркое солнышко. Кора очень сильно нагревается, расширяется, расширяется и нагревается древесина, а ночью температура резко падает. И тут вступают в действия законы физики. Кора на дереве сжимается гораздо быстрее, нежели разогревшаяся, расширившаяся древесина. И, как следствие, кору просто разрывает. Иногда настолько сильно, что она отскакивает, отслаивается от древесины, и такое дерево гибнет. Солнечные ожоги – это, конечно, не так страшно, как морозобоины, но не менее опасно, особенно для молодых деревьев с тонкой, нежной корой, на которой еще не образовался надежный пробковый слой. Солнечные ожоги особенно опасны в феврале месяце, когда солнце особенно яркое, и оно отражается от снегового покрова, усиливая вот это вот действие солнечных лучей. Проявляются солнечные ожоги обычно сначала в виде небольшого шелушения, а затем изменение цвета и отмирание коры именно на солнечной стороне деревца. Поэтому красим с осенью. Зимой красить, согласитесь, не очень удобно. Погода, время ехать на дачу. Далее. Погода во время покраски обязательно должна быть сухой, чтобы краска хорошо схватилась, застыла и не смылась потом осенними или зимними осадками. Поэтому выбираем солнечный ясный день, смотрим в прогнозе погоды, чтобы ближайшие 2-3 дня дождей не было, вооружаемся кистью. По моему личному опыту лучше всего подходят круглые кисти. И хорошей садовой краской. За 20 с лишним лет работы в саду я могу сказать, что садовые краски на основе мела, к сожалению, не очень хорошо себя зарекомендовали. Они смываются. И к весне, даже иногда к середине зимы, а в особо удачных случаях, через 3 дня после покраски, вы можете ничего не увидеть на своих деревьях. И защитный эффект будет сведен к минимуму. Для своих целей, для покраски растений, я иногда использую даже белую краску для интерьерных работ, типа снежки или нашей белорусской краски мав для внутренних работ. Главное условие. Краска должна быть белой, а либо светлой. То есть, если вы хотите привнести в свой сад немножко ярких красок, темной, мрачной зимой, не бойтесь добавить туда немножко пигмента. Они сейчас продаются в магазинах строительных. И поверьте, это действительно делает сад гораздо интереснее. Итак, я использую краски в основном на основе акриловых эмульсий. При покраске обязательно нужно очистить кору деревьев. Таким образом, мы, с одной стороны, избавляемся от различных квартирантов, типа мхов, лишайников, отмерзшей коры и прячущихся под ней вредителей, и их личинок, их яйцекладок, а с другой стороны, экономим краску. Могу сказать, что если вы зачистите ствол старого дерева от отслоившейся коры, расход краски уменьшится в 2-3 раза. А это, согласитесь, очень приятно. И, наконец, как нужно красить? Кто-то красит на определенной высоте, допустим, 60-70 см. Кто-то прокрашивает все дерево целиком. Но я рекомендую красить до основания первых скелетных ветвей, обязательно промазывая их развилки. Это самое слабое место у всех деревьев – развилки. Ну и, наконец, самый животрепещущий вопрос, на котором сломали копья очень многие садоводы. Нужно ли красить молодые деревья, только что посаженные саженцы, допустим? Я скажу так – обязательно. Некоторые садоводы возмутятся. Вы что? Растение задохнется, кора забьет им чечевички, и они не будут дышать, будут страдать и погибнут. Нет. Хочу вам напомнить курс биологии средней школы, что основным органом дыхания у растений и деревьев, в том числе, является лист. Нет. Это раз. Второе. Зимой растения находятся в состоянии покоя. Они практически не дышат. А та садовая краска, которую мы используем, она не образует сплошного покрова, который бы забивал на молодой коре чечевички, которая, да, тоже используется растением для дыхания. Такая краска покрывается через какое-то время большим количеством мелких трещинок, через которые возможен газообмен. А вот непокрашенные молодые саженцы, как обычно, в первую же солнечную погоду зимой получают хорошие солнечные ожоги. Поэтому молодежь красим обязательно хорошей краской. Кстати, отдайте предпочтение краскам с добавлением фунгицида. Это могут быть обычные препараты меди. А если у вас таких красок под рукой нет, достаточно добавить раствор медного купороса в саму краску. На 1 литр краски вам понадобится 50 г медного купороса. И вы получите 5% раствор медного купороса в краске, который будет оказывать не только защитное действие, но и лечебное, в том случае, если на коре уже есть ранки, трещинки или, не дай бог, раковые язвы. Такая краска защитит ваши деревья от раковых болезней и сохранит их здоровье на долгие годы. Подписывайтесь на наш канал, смотрите наши ролики, задавайте вопросы, а мы постараемся на них ответить. С вами была Юлия. До новых встреч!